Здравствуйте, друзья! Я понимаю, что вам уже дома сидеть просто скучно. Да и мне скучно. Я думаю, дай-ка я вам дам ресторанный рецепт. Во-первых, очень много людей, которые требуют, типа, вы шеф-повар, давайте ресторанный рецепт. Даже не подозревая о том, что это такое. Что такое ресторанный рецепт? Это наличие десятка людей, которые делают заготовки. Это куча гаджетов и очень много мелкокропотливой работы. Я понимаю, что в ресторанах подают и котлеты из хлеба, и борщ. Это не о тех ресторанах идет речь. Потому что если бы речь шла о борще и котлетах, у меня их на канале достаточно. Давайте сделаем такое а-ля ризотто. Но я вам расскажу, почему я делаю его именно так в процессе. Не будем называть его полностью ризотто. Назовем его а-ля свекольное ризотто. Рецепт гламурный, красивый, замороченный. Все, как вы любите. Я сейчас говорю тем людям, которые просят ресторанный рецепт. Первонаперво делаем сироп. Я сироп делаю в сковородке, потому что у меня все сотейники заняты. Значит сюда я высыпаю 30 граммов сахара и выливаю 130 граммов воды. Выдавливаю сюда половинку лимона. Ну, в смысле сока лимона. Довожу до кипения и сироп готов. Остывает. Это у нас сироп для украшения, для яблок. Для того, чтобы яблоки, которые у нас пойдут на украшение этого блюда, не были черные, не почернели, не окислились. Если вы, знаете, как по привычке, для того, чтобы яблоки не окислились, оставляйте их в кислой воде. Наверняка вы уже пробовали. Вы же знаете, что через полчаса они все равно начинают чернеть. А сахар является консервантом. А кислота, которая вот здесь в сиропе, она как раз таки делает свою часть работы. Сахар свою. И в этом сиропе яблоки вкуснее. Так делают в ресторанах. Для этого нам нужна чашечка. Все, варить долго не надо, только закипело снимаем. О, как раз все вошло. Сковородку ополоснул, поставил. Газ не выключаю для того, чтобы она высохла. Только нагревается, видим, сохнет. Выключаем. Дальше. Значит, пока у нас сироп остывает, я отложу терку. Достану свеклу. Значит, свекла у меня запеченная. Значит, кто не знает, вновь прибывшие или вновь смотрящие, в ролике про свеклу и сыр, салат из свеклы и сыра, у меня есть там техника, когда я рассказываю о том, как запекать свеклу. Еще раз объясню. Берем фольгу, ставим сюда свеклу, обрезаем у нее вот эту вот хвостовую часть, откуда растет зеленуха, да. Ставим ее вот так, берем зубочистку, натыкиваем, 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 присыпаем солью чуть-чуть, щепотку. Потом немножко бальзамического уксуса, каплю, раз сюда, чтобы он потек, и каплю оливкового масла. Я вот это делал свеклу без масла, но с бальзамическим уксусом и солью. Ю-ху! И она у меня вот так вот в пакетике хранится, потому что все равно подтекает. Я ее храню в пакетике. Все, свеклу надо почистить. Всего-то на все. Чистим, как получится. Запеченная свекла получается в 100 раз вкуснее, чем вареная, потому что, как я уже говорил, вареная свекла отдает свой вкус и цвет в воде. А запеченная концентрирует все сахара, полезные вещества и вкус внутри свеклы. Кто уже пробовал, уже многие отписались, мол, типа, попробовали ее запекать, решили, что больше никогда варку не будем использовать, потому что в 100 раз вкуснее. Так, значит, что делаем в ресторане? В ресторане есть такие повара, которые называются заготовители. Мы им говорим, ребят, нам нужен кубик красивый. Красивый, одинаковый, ровнейший, ровнейший, приравнейший кубик. Из свеклы, ну, примерно там, знаете, сантиметр на сантиметр. Они срезают попку, вырезают кругляшок, обрезают краешки, делают кругляшок квадражком, да, ровненько. Потом начинают его делить или просто резать по линейке. Потому что, вот вы говорите, вы же шеф-повар не делаете ресторанных рецептов. Друзья, вы дома никогда это делать не будете. Я вам это даю только лишь ради развлечения, потому что сейчас карантин, вы сидите дома и скучаете. Вот такой кубик у нас должен получиться. Его немного будет. Он у нас тоже для, как сказать, декора, для декорации, для того, чтобы в процессе поедания вы, так сказать, у вас на зубы попадалась натуральная свекла. Вы спросите, а что же вот с этими ошметками-то? А с ошметками вот что. Я беру терку. У всех есть такие терки. Разные формы только они. Есть крупная терка, а есть мелкая терка. Не путать с вот этими вот, знаете, как бы их назвать. Вот если лист металла взяли, гвоздями их с одной стороны пробили, там розочка такая получается. С розочками не путать. Это точно такая же терка, как и вот эта, только маленькая. Значит, берем. У меня места мало. Извиняюсь. У меня здесь уже есть натертая свекла. Ну, я вам просто из остатков показываю, что мы берем вот эти вот все вещи, отход, и протираем. У меня просто перчатка на другой руке нажата, надета, вернее. Я поэтому тру другой рукой. Хотя левой рукой для меня не характерно. И вот на этой мелкой терке мы просто-напросто натираем весь отход от свеклы. Мы превращаем его в такое подобие пюре. Почему на крупной нельзя? Потому что рис, когда потом будем обрабатывать, вот эту свеклу я буду добавлять в рис. Если у вас будет вот на этой терке натерто, у вас будут там червячки, это будет некрасиво. А вот здесь вот, при таком способе, вот этих малышей видно не будет, и мы получим хорошую консистенцию, однородную, и такого цвета, и так скажем, фактуры, что другой человек даже не поймет, что там свекла. Спросят, вы что, свекольным соком закрашивали? Можно, конечно, и свекольным соком закрашивать, так делают иногда. Но лучше использовать печеную свеклу, потому что с ней вкуснее в сто раз. Итак, значит, терка вот сюда. Пюре из свеклы у меня, из печеной свеклы, смотрите, какое оно однородное. У меня здесь среднего размера свекла. Ну вот, примерно, как вот была такого. Вот, соответственно, здесь тоже натертое, среднего размера свекла, натертое на мелкой терке. Пока отставляем. Значит, пюре у нас готовое. Сейчас мы делаем заготовки, а блюдо соберем моментально, там, не знаю, 3 минуты. У меня есть остатки тушенки. Там что-то прилипло на дне. Использовал тушенку для, ну, что-то соскучился и ел рисовую кашу с тушенкой. У меня осталось немножко. Там и желешка, и жир, и кусочек мяса. Я делаю что? Я ставлю на небольшую температуру духовку, градусов на 100. Внутрь ставлю тушенку, просто чтобы она растаяла и нагрелась. Чтобы она не жарилась там, ничего. Просто чтобы растаяла и нагрелась. Сок от тушенки я буду использовать, чтобы сделать ризотто вкуснее. Значит, пробуем, что у нас с сиропом. Сироп сладкий, сироп кислый. Теперь яблоко. Почему всегда берут Гренни Смит яблоки? Среди поваров это номера, ну, номера уно. Ну, как бы сказал Хуан Мари Арзак, потому что оно твердое и оно кислое. Сладкое яблоко тяжело сделать кислым. В нем уже есть фруктоза. А когда яблоко не сладкое, его можно сделать сладким. Ну и можно оставить кислым. Поэтому из-за своей твердости, из-за нейтрального вкуса, вот эти яблоки топ среди поваров. И мы их всегда используем. Значит, крутейшая терка, которая мало у кого есть. Это мандолина. Я ее купил в профессиональном магазине, когда был в Голландии. Это чисто шефская терка. Называется она Бенринер Japanese Mandolin. Она бывает трех размеров. Чуть меньше моей. Вот такая же и чуть больше моей. Это топ терок. Это не реклама, это я вам делюсь просто от себя. Топ терок в любом Мишленовском ресторане. Полные комплекты. Ну, три штуки, да? Есть всегда такие терки. Очень крутые, замечательные. Для чего они нам нужны? Они нам нужны для того, чтобы сделать вот такие вот слайсы яблока. Просто-напросто. Вот он. Вот такие тонкие слайсы должны получиться. Сразу ополаскиваем терку. Она нам пока что не понадобится. Значит, далее. У нас идет вход. Это все заготовка, вы понимаете. Теперь мы достаем самое маленькое колечко. Из вот такого простейшего набора. Это кольца пекарские. Они с одной стороны, видите, завернутый край. С другой острый край. Для того, чтобы удобно было резать тесто. Я уже в одном из рецептов упоминал о них. Теперь мы берем и начинаем из яблока нарезать вот такие штучки. Вот они. И отправлять в сироп. Потому что в ресторане полным-полно людей, которые делают это. Заготовщики. Все остальные, все остальные отходы шеф-повар ресторана должен размышлять, что делать с отходами. Вы дома будете размышлять, что делать с отходами? Нет. Дома у вас ни ресторанное меню, ни 100 тысяч блюд, куда вы могли бы отправить вот эти все отходы. Ну, вы, конечно, можете варить все время компот. И все вам будут благодарны. Через месяц все соседи будут с компотом. Все бабушки, дедушки, соседские, дети на работу начнете продавать компот. В ресторане же мы сразу думаем. Типа остаются шкурки от яблок. Куда мы их деваем? Мы их можем просто запечь, пробить в блендере и смешать с яблочным пюре. Если у нас есть, например, рутинная грудка и мы подаем ее с яблочным пюре. Мы можем из этого сделать соус. Мы можем обжечь горелкой. Потом обжарить со сливочным маслом. Пробить в блендере. Превратить в пюре. Процедить его. И добавить в мороженое. И сделать мороженое с печеным яблоком. Со вкусом печеного яблока. Понимаете, чем отличается ресторанная кухня? Вы все... Вы даже не осознаете. Вот люди пишут, например, мне. Ну, что ты за повар там? Что ты там, дебил какой-то? Что ты там готовишь? Я просто яичницу пожарил и кайфово. Я вот всегда размышляю на тему того, что да, действительно. Какой же я дурак. Я прям вообще ничего не знаю. А знаете, почему я так думаю? Потому что когда 10 лет назад я решил выбрать профессию повара. И я окунулся в это во все. Я понял, что я вот до сих пор, изучая кухню 10 лет. Я не знаю даже одной десятой того, что знают все в мире. То есть не владею этой информацией. Есть повара, которые всю жизнь ищут, изучают. Максим Павлович Сырников, мой близкий друг. Человек, который там с 16 лет изучает русскую кухню. Плохо ли, хорошо ли, что бы о нем не говорили. Человек делает свое дело. Понимаете? Вот эти шкурки все, они соответственно уходят у нас в отдельную емкость. Для того, чтобы куда-нибудь потом отправиться. Значит, когда у нас вот эти медальончики яблочные готовы. Мы их промыли, подержали в сахарном сиропе. Медная штука чистая от кислоты. Я подумал, что медная посудина не самая лучшая, что где бы могла храниться яблочная субстанция. Теперь делаем вот что. Зажигаем вот эту сковородку. Сливочное масло. Сейчас будем подготавливать кубики. Кубики свеклы. Кусочек сливочного масла граммов 10 примерно. Соль у нас здесь. Один зубчик чеснока. Один зубчик чеснока. Режем. Ну, знаете, нам нужно просто ароматизировать все процессы, протекающие вот тут. Кубики свеклы отправляются в сковородку в масло. Выключаем сковородку. У нас нет цели это все сжарить. Нам нужно всего лишь прогреть. Масло у нас готово. Чесноком ароматизировали. Свеклу прогрели. Соли щепотку добавили. И берем пресловутый, всеми ненавистный, но народный и любимый бальзам. Бальзамический крем. Крем, не уксус, а крем густой. И вот он, видите, он черный такой тягучий, как варенье из бальзамического уксуса. Варится вместе с сахаром. Мы прям обильно поливаем. Пару столовых ложек точно. И просто глазурируем свеклу. Даем ей еще больше сладости, еще больше кислоты, чтобы кубики свеклы, которые мы будем использовать на украшение, они были как маленькие вкусовые бомбочки. Все, это у нас готово. Сливочное масло, бальзамический крем, свекла, чеснок, чуть-чуть соли. Значит, когда яблоки у нас уже, так сказать, как бы правильно сказать, обработанные, когда яблоки у нас обработались уже там сиропом, всем прочим, значит, мы их должны подсушить. Для этого плоская какая-нибудь тарелочка, пинцетик, вы все спрашивали, для чего пинцеты поварам, для удобства. Вытаскиваем, выбрасываем на полотенце. Обычно, значит, для того, чтобы долго хранить яблоки, ну, до завтра я имею в виду долго, каждый час же не будешь делать яблоки. Пришел человек, ты ему яблоки там режешь. Нет, конечно, они же в заготовке должны быть. Для того, чтобы их держать, их чаще всего отправляют в вакуум. В вакууме они прозрачные становятся, но обязательно в сахарном сиропе. Значит, теперь, как только у нас яблоки просохли, мы их отправляем вот сюда. Раскладываем. Кто-то делает это на пленке, кто-то делает это без пленки, просто на лоточках. Но с яблоками надо быть аккуратным. Аккуратным при большом количестве включенного железа внутри. Они там по-разному себя ведут. Даже некоторые, видите, пытаются окислиться. Но им еще рано. Значит, дальше. Выкладываем яблоки. Берем, 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 берем. Очень маленькое сито. Берем вообще мельчайшее сито, которое я смог найти в своей жизни. Просто там волос не пройдет. Открываем волшебную баночку. Перо, как говорится, из оп-савы. Это пудра свекольная. Продается она в профессиональных поварских магазинах. В России я не видел в магазинах такой штуки. Она вот такого цвета. И очень-очень мелкая по своей структуре. Что я делаю? Надо быть очень аккуратным, потому что она сублимированная. Впитывает себя очень сильно в воду. Теперь мы берем яблоки и красим их свекольной пудрой. Понимаете? От влажности свекла начинает плавиться, ну намокать. Впитывается в яблоко. Во-первых, это офигенно красивый декор. Во-вторых, мы же делаем свекольное ризотто. Поэтому по логике вещей у нас свекла должна быть везде. Даже яблоко должно быть свекольного вкуса. Вот теперь мы подошли к самому главному. Ризотто. Рассказываю про рис. Значит, я не стал понтоваться там всякими арборио, корнароли и всем прочим. Делать аль денте как итальянцы я не буду. Он у меня будет полностью приготовленный. Но этот рис должен остаться плотный. Знаете, чтобы вы его, когда будете есть, чтобы он лопался у вас на зубах. Ведь русский человек, ему не характерно. И большинство людей, вот я смотрю по вашим комментам, вы мне пишите. Ой, мясо сыровато. Большинство людей привыкли есть в дрова все приготовленные. И тем не менее, небольшая прослойка людей, которые были в Италии, говорят. Ой, там вот вкусно должно быть вот это все. Вот аль денте. Вы пробовали есть полусырой рис? Это, конечно, итальянская кухня. Но по мне так, ну, давайте полусырой хлеб есть. Или полусырую колбасу. Это неплохо. Это имеет место быть. Это целое национальное достояние. Это круто. Но я вам предлагаю рассмотреть вариант с полностью приготовленным рисом. Итак, здесь кубанский рис. Приготовленный. У меня на канале есть рецепт. Два способа варки риса. Где я на полсантиметра покрываю уровень риса. Довожу до кипения. Убавляю самый маленький огонь. Накрываю крышкой. 10 минут засекаю. Через 10 минут выключаю огонь. И еще на 10 минут оставляю рис напариться. Горячо. Но не обжег. Ничего вроде. Потом этот рис стоит, 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 остывает. И он плотный. Он реально плотный. Но мы его сделаем еще чуть-чуть плотнее. Значит, погнали. Сковорода. Для того, чтобы отварной рис сделать чуть плотнее, мы должны, конечно же, его обжарить. Граммов где-то 30 масла. Отправляем сюда. И сразу же нарезаем мелко чеснок. Ну, знаете, рис у нас все равно же имеет какую-то форму, да? Ну, примерно вот как рисинки. Не надо его там мочить в пюре. Режьте его там каким-нибудь кубиком таким небольшим. Сразу отправляем в масло. Пару зубчиков там смотрите на свое усмотрение. Но он не помешает, потому что в процессе все равно основной аромат уйдет. Останется такой флер. Очень нежный, мягкий флер. Так, быстро-быстро опаздываем, опаздываем. Нужно все делать очень быстро. Смотрите, так как рис у нас готов, свекла готова, все готово. Сама сборка блюда должна занимать, не знаю, минуты три, наверное. Немножко соли. Смотрите, сразу же отправляю сюда рис. Рис риса, тут на ваше усмотрение может быть, раз, там 4-5 столовых ложек, в зависимости от того, сколько человек вы хотите накормить. С температурой поаккуратней. Значит, ну будем считать, что здесь где-то около 150 граммов готового риса. Что я делаю? Я не тороплюсь. Нужно рис слегка обжарить на масле. Тогда он будет плотнее. Соберется и не даст в процессе добавления всех жидких веществ, не даст, так сказать, размякнуть себе и своим братьям. Когда вы обжариваете рис, он плотный становится. И вот, несмотря на то, что кубанский, и вроде бы должен быть высококрахмальный, он получается в масле рассыпчатый. И сейчас очень ароматный, чесночный такой. Все, вы видите, ну вы поймете, что рис обжаривается. Температура у меня минимальная. Не надо, чтобы он горел, не надо, чтобы горел чеснок, не надо, чтобы ничего подгорало. Все, он стал суховатый такой, да? Понимаете, о чем я? Кто жарил рис, понимает, что он суховатый стал. Теперь сюда мы добавляем как раз половину вот этой вот свеклы. Ну, в смысле, это вот это все мы добавляем. Здесь маленькая средняя свекла. Все это минимальная температура. И теперь добавляем сюда сливки. Сливки 20% добавляем их по мере, так сказать, надобности. Нету какого-то золотого правила. Нам нужно, чтобы наше ризотто было вот такого офигительного малинового цвета. И, соответственно, так как рис все-таки впитывает влагу, мы добавляем сливки. В ресторане есть только одни сливки. Там не держат 20%, 10%, там 15%. Люди всегда спрашивают, ой, а какие сливки добавлять? Если это ресторанный рецепт, то там только 33%. Потому что 33% можно всегда разбавить, а вот к десяточку концентрировать тяжело до 33%. Поэтому каждый раз, когда вы говорите, дайте ресторанный рецепт, я всегда говорю, дома вы никто не будете делать его, реально. Ну, тема хорошая. Может быть, вы просто наберете для себя что-то интересное. Значит, смотрите, прогреваем. Прогреваем рис, свеклу и сливки. Сейчас у нас вся масса сладкая. Свекла сладкая, сливки сладкие. Рис нейтральный. Начинаем работать со вкусом. Вот эту жижку от тушенки, сколько у нас тут ее осталось? Ну, у меня вот пару столовых ложек. Давайте третью добавим на всякий пожарный. Это концентрированный вкус. Концентрированный вкус мяса. Сюда хорошо бы добавить куриного бульончика, да? Со сливками немножечко. Вот эта жижка в тушенке, в смысле концентрирования. Поэтому я ее мало добавляю. Три ложки всего. Вы сливок уменьшаете, добавляете бульон говяжий. Он самый акцентированно вкусный. Можно добавить сюда куриный. Он более нейтральный, но тоже дает мясной вкус. Мясной вкус даст вот этому постно-сладкому, красивейшему созданию вкус настоящего, активного блюда. Смотрите, да? Поэтому только-только перемешали. Да, аромат шикарный. Видите, я его сильно не жарю. Мне нужно всего лишь прогреть все это. Теперь нужно добавить капельку-капельку-капельку вина. Это можно сделать в самом начале. Можно сделать в процессе буквально одну столовую ложку. Для чего? Для того, чтобы рисовая масса, вот эта вся, ведь итальянцы готовят, добавляют вино, для того, чтобы вся эта рисовая масса стала вот такой, в ней появилась кислинка, вот эта ризотто. Понимаете? Ризотто, не ризотто, если мы не добавляем вина туда. Все, винишко добавили, оно тут же все, алкоголь выпаривается. Можете, ну, для пущего, да, вот когда вы рис закинули, с маслом обжарили, с чесноком, винишко влейте, выпарите его, потом добавляете уже вот эти вот вещи. Я добавляю всегда, знаете, почти в конце, для того, чтобы акцентировать вкус. Теперь чуть-чуть сливок, мне мало. Оно должно быть кремовое, знаете, такое растекающееся. Все быстренько, раз-раз-раз, перемешали. Сливки у нас кипнули. Выключаем. Перец добавляем. Черный, ароматный молотый перец. Так, смотрим. Значит, свеклу добавили. Значит, вот это добавили. У нас там свекла готовая. Теперь мы ищем самую красивую тарелку. Вот такую надо брать, светлую. Потому что если у нас здесь много красного, то мы должны это все обязательно подавать на светлые тарелки. На темные не так красиво будет. Значит, привычка ресторанная это протирать тарелки всегда. Это не всегда остается в монтаже, но я это всегда делаю. Вот, посмотрите. Практически, практически не видно ни одной. Ну, вот видно кусочек здесь маленький, какой-то попался. Вот тут маленький кусочек. Да? Но общая масса, она такая очень монотонная, ровная, красивая получается. Если есть желание добиться вообще идеально кремового состояния, тогда нужно печеную свеклу бросить в блендер и пробить ее вместе с небольшим количеством сливок. В пюре Потом это пюре добавляете Тогда у вас крупинки настолько мелкие Что их там вообще не найти Но это уже, так сказать, нюансы Которые используют шефы Каждый на свое усмотрение Теперь, смотрите, выкладываем тарелочку Моментально схватывается Видно, что оно уже не кремовое Как это так? Да потому что рис Стучим Стучим для того, чтобы оно равномерно разошлось Далее берем кубики свеклы Вот они у нас В бальзамической глазури Глазурь будет слегка растекаться Это приятно Знаете, такая темная тягучая карамель Растекается под воздействием тепла от риса Все, добавляем Еще раз напоминаю, что в ресторане Работает 10 человек и более Поэтому кто-то подогревает ризотто Кто-то подогревает кубики Теперь мы добавляем яблоки Все это делает несколько человек Когда вы будете дома это делать Вам нужно, чтобы у вас все было полностью готово А дальше самое главное Нужно взять классную овощечистку Широкую, острую Взять треугольничек В моем случае это заморский Привезенный мне до карантина Моими друзьями Грана Падана From Italia Мы просто берем и овощечисткой Нарезаем ленты пармезана Ленты пармезана, как правило, нарезанные в ресторане Хранятся в пластиковом боксе Базилик у меня не самый идеальный Вчера был свежий, сегодня подвел Ну да ладно Теперь делаем так Раскладываем ризотто Раскладываем не в смысле ризотто А в смысле пармезану Или любой другой твердый сорт сыра Как повара любят называть Достаем каплю оливкового масла Быстро это сбрызгиваем Чуточку перца свежемолотого И уже здесь пару листочков базилика Так лишь для украшения Для зеленухи Все Вот так выглядит ресторанное блюдо Которое вы можете приготовить дома Я думаю, что у вас все ингредиенты есть Если вам что-то здесь не хватает Кусок мяса просто положите сверху и все Но это блюдо должно быть без мяса Но оно может быть с мясом и с птицей, с чем угодно В моем случае это вот так Ну что, пора снимать перчатку И браться за вилку Потому что самое важное из всего этого Это дегустейшн Дегустейшн И даже если вы так вот сделаете Даже не очевидно, что это свекла Ну а про то, что в рисе достаточно должно быть соли Не забывайте У меня прям все в меру И самое главное, что мне не пахнет мясом Я добавил всего 3 ложки концентрированного мясного сока Вкус у ризотто очень высокий А рис плотный Слышите, как мне прямо приходится его с трудом То есть это все-таки Вы понимаете, что это не аль денте Но это не разваренная каша Только делать надо все быстрее Ну и яблоко, значит сыр Сливки Я так соскучился по ресторанной еде А вы соскучились? Сидите дома наверняка уже месяц Я понимаю, что Многих работа заставляет бегать Но Рейстики-то все закрыты Закрыты У вас есть вариант сделать такое блюдо И порадовать их Только Прошло 3 минуты Вы знаете, как ведет себя рис Если вы делаете ризотто Нужно сразу положить тарелку его и бежать Потому что вот это Это крупа Тут же положили Потому что через 3 минуты Если у вас будет Я пошел сейчас побреюсь Потом приду Пришел Можно над головой перевернуть И не упадет ничего Рис нужно есть моментально Моментально Всегда Учите Нет, неправильно сказал Всегда подсказывайте это своим близким А я, пожалуй, доем Ну Не знаю Мне кажется, там вот Супруга на меня смотрит такая Говорит Нет, не доешь В общем, спасибо вам большое за просмотр До свидания И теперь вы знаете Приблизительно Приблизительно Что такое ресторанная еда Надеюсь, что этот ролик Даст вам пользу Какой-нибудь Пока Субтитры сделал DimaTorzok